На их уровне определяется, скажем, построение бизнеса, сам продукт, его ценообразование, его презентация, оффер и ценообразование, как я сказала. Поэтому мне очень важно понимать, это твой проект или это не твой проект. Если твой, я не хочу слышать слово «наше», ты должен мне сказать, это мой проект, на базе моих амбиций, моего желания. Я хочу только так, больше никак. Я беру ответственность за кассовые разрывы, за стратегический маркетинг, за предоставление качества услуги, за найма сотрудников, соответственно, за налоги. И я хочу, чтобы мою стратегию скорректировали, потому что я вижу, что у меня есть системные ошибки, которые не приводят меня к… Ну, тогда я понял, да, я понял, о чем бы, да, это тогда мой проект. Но Полина ответит точно так же, что это ее проект, как бы. Смотри, я вижу очень сильное смещение. Мне сложно консультировать личность, да, когда я концентрируюсь на ней, а она мне все время говорит «мы». Я ей несколько раз повторяю, что я консультирую ее конкретно, одну и только ее желание и амбиции. И когда ты мне отвечаешь «мы», для меня это, ну, очень сильный диссонанс, потому что я не вижу больше никого, кроме тебя, да, и, соответственно, «мы», мне непонятно, что такое «мы». Да, я все-таки, ну, опираюсь от личности. Любой бизнес строится от автора проекта, и он может быть только одним. У проекта может быть только один автор. Могут быть со-партнеры, со-учредители, со-инвесторы, спонсоры, но у проекта один автор. Ну, тогда это мой проект. Отлично. Вот видишь, как пришлось нам 15 минут это выяснять, чей же этот проект, потому что я все время слышу слово «мы». Я думаю, кто там еще? Темно, я не вижу. Но мы же, да, нет, я здесь один. Отлично. Леонид, это уже большой прогресс. Соответственно, это твой проект, а сам ты кто? Правильно я услышала, что сам ты диджей? Кто ты? Кто ты? Как ты себя определяешь? Ты кто? Автор проекта. Окей, кто еще? Диджей. Что еще? Какие еще роли у тебя? Композитор. Также я составляю лайнап. Что это такое? Это наполнение рейвов, наполнение музыкальной составляющей, чтобы люди пришли и все было сделано грамотно. То есть нельзя прийти на вечеринку, и на вечеринке сразу расколбаска какой-то происходит. Чтобы все плавно, грамотно был вход, выход, лайнап. Такое количество диджеев, каких диджеев, сколько, какая музыка, во сколько, какая музыка. То есть вот этим я занимаюсь еще. То есть для меня это очень важно, я это составляю грамотно. Хорошо. Кто занимается стратегией, стратегическим маркетингом? Ты? Здесь у нас 50 на 50, когда я что-то предлагаю, когда Полина что-то предлагает. Вот тут вот вопрос, кто занимается. Вот кто этим занимается, тот и является автором проекта. Понимаешь, вот этого не может быть 50 на 50. Поэтому это приводит к тому, что приводит. Все, я понял. Надо, короче, ролями меняться, вот оно что. И заниматься именно в одной роли каким-либо делом. А у нас все разбито. То я, то она, то я, то она. И вот так вот все. Я понял, к чему вы клоните. Да, действительно, это правильно. Дом должен строить кто-то один. Иначе он будет весь косой. Смотри, смотря что ты имеешь в виду. Дом могут строить разные подрядчики. Допустим, кто-то делает флорин, кто-то делает крышу, да. Но архитектор – это одна личность, которая создает план, да. И есть автор проекта, то есть тому, кому нужен этот дом. Может быть, у тебя одно видение дома, а Полина вообще хочет другой дом и в другой стране. Вот мне нужно понимать, кто хозяин проекта, кто его автор. У Полины, да, у Полины есть такое видение, с которым я, в принципе, не согласен. И не то, чтобы, да, я так сказал, потому что я мужчина, и вот-вот тот вот так. Нет, я не согласен, потому что это не будет работать. Много было совершено ошибок с ее стороны, где я сказал, так нельзя, а она это сделала. То есть я говорил, так делать нельзя ни в коем случае. Вот конкретно она это делает, проект уходит в минус. И у нас спор, кто кого должен слушать. Потому что я говорю одно, она говорит другое. Мы как-то договариваемся, находим общий язык и что-то делаем. Потому что сейчас… На самом деле тебе ситуация подсветила твою несамодостаточность о том, что у тебя нет порядка в доме. И ты, коли ты лидер, и коли это твой проект, ты должен был взять инициативу на себя, и эту ситуацию разрулить, и после этого установить свои правила и принципы. Так я и пытался объяснить… Нет, нужно не пытаться, это бизнес. Здесь не пытаются люди, а здесь делают, анализируют, выстраивают. Я же не могу грубо говорить. Причем здесь грубость. Правила не подразумевают никакой грубости. Скорее наоборот, тактичности и этику. А они слушают тактичности и этику. Смотри, ты мне сейчас говоришь на уровне ребенка. Меня сейчас эмоциональный фон не волнует. Мы говорим логически, как строится бизнес. Мы не смещаем… Ты сейчас смещаешь ответственность на girlfriend. Вместо того, чтобы сказать, да, действительно, я не взял ответственность. Это полностью моя ошибка. Я не навел порядок и правила. У меня не было принципов, значит, не было границ. Нет границ, соответственно, их имеют право нарушать. Потому что они размытые. А когда я назвал проект свой, своим, дал ему название, присвоил ему форму юридическую, зарегистрировал, плачу за него налоги, являюсь его основателем, то у меня нет никому претензий. Что значит… Правильно ли я тебя услышала, что компания зарегистрирована на двух, ты платишь налоги и она платит налоги. Да. Именно так. Но мое фундаментальное представление о том, как оно должно быть, здесь я не смещаю в детскую позицию, как вы говорите, и ответственность не спихиваю. Наоборот, те провалы и те недочеты, которые случились в нашем проекте, я вешаю на себя и глубине этой души, глубине я очень сильно переживаю за это. Потому что у меня не хватило жесткости, у меня не хватило какой-то напористости, у меня не хватило… Не жесткости, а стратегии. Да. Если есть стратегия, можно будет очень тактично. И все пошло наперекосяк. В этом году я взял абсолютно все в сайте.